Ну здравствуй Отец, я так рада, что вы пришли Мы узнали, что у нас в доме живет древнее могучее зло Помогите нам Че, прям очень древнее? И прям могучее-могучее? Ну его нахер, лучше сестер вызову Погодь, погодь, погодь Давайте сразу разъясним, чтобы потом не отвлекаться Данный сериал тесно связан с религиозной тематикой И если вы против такой связи, то можете не смотреть сериал Да и обзор тоже можете не смотреть Я же буду рассказывать про этот сериал только как про сериал И не больше И еще кое-что Если у вас какие-то проблемы с девушками на главных ролях То также не смотрите ни сериал, ни обзор Просто я уже не раз натыкался на комментарии Под разного рода сериалами по типу О, дайте угадаю, опять бабы на главных ролях Как же это уже достало? Так что предупрежу сразу Да, это сериал с женскими персонажами на главных ролях Как говорится, не нравится Не смотрим Вроде все Начинаем Всем привет, дорогие друзья И добро пожаловать на канал Коротко, а не коротком С вами Кин И сегодня вы узнаете, кто такая Боевая монохиня Когда-то давно, еще во времена крестовых походов Монахиня Ареала, будучи на пороге смерти Была спасена И получила в дар нимб Наделявший владелицу необычными возможностями Но так как нимб обладал могущественной силой За ним охотились многие В том числе и адские демоны Защищать и оберегать нимб стали обучены Ареалой монахине В будущем ставшей отрядом боевых монахинь И вот, спустя много лет, в наши дни В ходе одной неудачной спецоперации Дабы спрятать нимб, его прячут в труп девочки Эйвы И, о чудо, нимб возвращает ее к жизни Да не просто возвращает, а с некоторыми улучшениями Одно из которых то, что теперь Эйва может самостоятельно двигаться Хотя до смерти она была парализована Также к новым способностям можно добавить Суперсилу, регенерацию Возможность проходить сквозь стены И способность видеть демонов И, конечно же, можно было бы сразу с радостью Взять ее в отряд боевых монахинь Только есть вот одно но Эйва не особо верующая Да и прилежной ученицей ее не назвать А это, само собой, вносит некоторый дискомфорт в жизнь монахинь Но как будет проходить ее обучение И какие сложности будут ее ждать на пути становления одной сестер Вы узнаете в сериале Боевая монахиня Признаюсь честно, когда я услышал название сериала Оно меня сразу заинтересовало Потом, когда я прочитал описание про всех этих Монахинь, демонов, нимбы и прочее Сериал заинтересовал меня еще больше Хотя, по сути, я ждал некоторого трэша и упоротости Но, что удивительно, сериал меня зацепил И даже понравился Возможно, сериал меня зацепил Потому что по духу он очень похож на другой сериал От компании DC Который я когда-то потерял И я говорю про костяшку Константина Только с большей религиозной тематикой Хотя, в общем и целом, в сюжетном плане Мы имеем довольно простой супергеройский сериал Но почему нет? Судите сами В ходе случайности главная героиня получает суперсилы Где мы такое видели? Флэш, Халк, Человек-паук и прочее Начинает их изучать И на нее возлагается большая ответственность по их использованию Тут, как аналог, можно привести того же Супермена Плюс к этому мировое зло в лице ада и его приспешников Ну, тут снова же больше половины супергеройки и ее злодеи И мудрые наставники девушки в лице сестер и хранителя Тут, навскидку, вспомню, сорви голову И так же, как и многое супергероика основано на комиксах Сериал основан на комикс-манге Боевая монахиня Ариала Сам комикс я не читал Но, судя по фрагментам, это темное, мрачное, сексуализированное произведение С обтягивающими нарядами и монстрами От издательства Arctic Comics Ссылку на комикс, правда, на английском Я оставлю в описании Сериал же в плане подачи немного ярче И не столь сексуализирован До этого сериала уже были попытки экранизации монахини Для начала она должна была стать аниме Но дальше интро дело не ушло А затем она должна была стать фильмом Но фильм был заморожен в 18-м году И права на экранизацию выкупили Netflix Но, буду надеяться, что хоть в этот раз все получится И сериал получит продолжение Или можно подумать, что на этой истории какое-то Проклятие Хотя дайте-ка я угадаю Раз сериал мне понравился То его либо разгромят критики Либо унис ищет нужных рейтингов И, как в случае с Константином второго сезона Я не увижу Ну, а в сериале никто не увидит громких звездных имен Но это, в принципе, не удивительно Ведь, как я уже говорил, обычно Netflix нанимает звезд только для кино В сериалах он сам в основном делает звезд из ноунеймов А в главной роли у нас тут Альба Баптиста Португальская актриса До этого игравшая в основном в португальских фильмах Но лично мне в этом сериале она и ее героиня Очень даже понравились Простая девчонка с простыми желаниями И непростой жизнью В таком персонаже очень легко узнаешь себя А значит, ты переживаешь за нее сильнее К стороне технической Также никаких претензий Пейзажи красивые, а монстры не выглядят дешево Но вот, пожалуй, то, что можно отнести к минусам Так это музыкальное сопровождение Оно тут просто никакое Или же совсем незаметное То есть, если в Академии Амбрелла от того же Netflix'а Куча годной музыки Только и успевай включать Шазам То тут музыка забывается сразу по окончанию Что не особо играет на руку сохранению атмосферы Да и, пожалуй, это единственный минус Который приглянулся лично мне Само собой, как я говорил в начале Если вы против привязки религии Или женских персонажей на главных ролях То не смотрите Хотя я бы не сказал, что сериал страдает душным феминизмом Тут есть и положительные девушки и парни И отрицательные Там есть парочка около того заявлений Но они очень мимолетные Сериал на это не отвлекается И не было такого, чтобы что-то в монахинях У меня вызвало глазозакатывательный рефлекс Ну и что у нас по итогу? То, что звучало довольно абсурдно Вышло довольно даже неплохо Хоть и с простой историей В духе классических супергеройских фильмов Боевая монахиня Ну а на этом у нас все И я слышал, что котики лайки приманивают Поэтому, если понравилось видео То подписывайтесь на канал Ставьте лайк А в описании вас будет ждать ссылка на просмотр сериала А также ссылка для вашей поддержки канала И ссылки на мой инстаграм и группу ВК Которые мы иногда смотрим кино, сериалы Или тот же ТикТок Ну а я же, как обычно, пожелаю вам Только интересных сюжетов И увидимся в следующей серии Пока А в мои силы входит умение плавать А то я только что поняла